Доброе утро, страна! Да, мы сейчас не в студии Первого канала. Я хочу вас всех поздравить. Наконец-то вчера вечером российский футбол заработал первое очко в этом туре в Лиге Чемпионов. Ура, ура, спасибо Локомотиву. 0-0, очки, это всегда приятно. К чему я все это говорю, друзья? Сегодня у нас в гостях, у нашей студии, здесь ведущий Первого канала, человек с остальными нервами. Я это говорил и буду говорить, потому что именно он комментирует все матчи сборной России. Именно он откомментировал шесть беспобедных матчей. И об этом мы сегодня, возможно, тоже поговорим. Но, тем не менее, встречайте Павел Занозин, друзья. Ваши громкие аплодисменты по ту сторону экрана. И у нас в студии, да, причем он сегодня в эфире с пяти. Нет, я был сегодня в эфире с семи, но поскольку это четвертый день подряд, то в целом можно сказать, что я в эфире всегда. То есть вы видите на лицо Павла, у него сегодня доброе утро страна. Он сегодня отвел эфир на Первом канале. И мы сейчас с большим удовольствием поговорим о национальном спорте. У нас была, естественно, номинация, друзья, я об этом говорил. В России официально зарегистрировано восемь национальных видов спорта. У нас пришло 24 заявки, в три раза больше. И, собственно, чтобы вы понимали разницу, и 611 заявок в номинации национальный вокал. Поэтому, собственно, в каком состоянии находится наш спорт сейчас, Павел? Знаешь, я бы тоже, между прочим, послал скорее на заявку в номинации вокал, потому что, ну, в принципе, по-моему, сложно придумать заявку в номинации национальный спорт. Это же не нечто возникающее вот так вот просто по какому-то щелчку пальцев. Национальный вид спорта – это что-то такое глубоко исконное. Я вот помню прекрасно нас на НТВ+, когда я еще работал, снимались фильмы про разные национальные виды борьбы, допустим. Это интересно, но это немножко местечково. Это может быть любопытно очень небольшому количеству людей. Что говорить, если у нас даже футбол, который, казалось бы, всем нравится, все его любят, не собирает сейчас тех рейтингов, которых от него ждут. А фигурное катание, допустим, собирает. Почему? Потому что там появляются яркие личности, которые за что-то борются. В национальных видах спорта вряд ли есть, вот, знаешь, типа, есть у нас, знаешь, такой парень в лапте. Вот он просто всех, всех заткнет за палец, это Брюс Уиллис и Джин Лабриджидо в одном лице. Нет, нет таких. Поэтому, если появятся, возможно, национальные виды спорта тоже будут популярны. Я считаю, что люди, когда появятся люди в национальных видах спорта. Когда вообще в спорте будет больше ярких личностей и спорт станет популярнее. То есть, когда Дзюба возьмет в руки... С Дзюбой все нормально. Потому что Дзюба популярен. Выйди на улицу, спроси, люди знают Дзюбу? Я тебя уверяю, что его знают очень много людей. Как раз Артем, что бы он ни делал, он в любом случае остается шоуменом, яркой личностью и человеком, который так или иначе привлекает в себя внимание. Вот это круто. Это нужно. Какими способами? Другой вопрос. Будет личный вопрос. Ты сам откуда? Я думал, ты спросишь про Дзюбу. Я из Нижнего Новгорода. А, из Нижнего Новгорода. То есть, там родился, вырос? Да, я жил там 18 лет, пока не переехал в Москву, когда выиграл конкурс комментаторов НТВ+. В детстве спортом занимался? Я попал на телевидение в 9 лет. И поэтому, скорее, на спортом у меня просто не оставалось времени. Я еще в музыкальную школу ходил и много было всяких занятий. Поэтому понятно, почему номинация была бы другая. Нет, просто я очень любил спорт всегда, но больше любил его как зритель. Я попробовал походить в какие-то секции, ну, футбольные, естественно. Ходил в каратэ, бокс, еще что-то такое. Мне очень не нравилось бить людей, и поэтому я буквально через полгода из каждой из этих секций сбегал. А мама отправляла меня туда, типа, чтобы я мог постоять за себя. Я говорю, мам, ну, если что, понадобится, я смогу. Просто бить человека, который мне ничего не сделал, а как это нужно в единоборствах, я не понимаю, как это возможно. Вот, и спортом я просто больше интересовался, как зритель гораздо. Смотрел олимпиады, смотрел разные виды спорта. И сейчас, кстати, мне это очень помогает, потому что я комментирую уже не только футбол. Я комментировал почти 20 видов спорта разных. И, по-моему, это круто, когда у тебя есть разносторонний взгляд. Какой самый нерейтинговый вид спорта приходилось комментировать? Да массы. Я, например, комментировал. Нерейтинговых? Конечно, конечно. Потому что, понимаешь, нерейтинговые виды спорта никто не хочет комментировать. А я всегда легко за это брался. Ну, если что-то новое выучить без проблем. Например, я помню, фристайл на меня убал. Это не футбольный фристайл, когда с мячом нужно какие-то трюки показывать, а лыжный фристайл. И перед Олимпиадой в Сочи выяснилось, что там 5 видов фристайла. И наша прекрасная Елизавета Кожевникова, которая во фристайле была серебряным и бронзовым призером Олимпиады, не справляется со всеми в плане объема. Плюс пришел Василий Уткин и сказал мне, ты комментируешь фристайл. Первая трансляция завтра. А я на горных лыжах никогда не катался в жизни. Так что, например, условно, slope-стайл, это один из видов фристайла, мне кажется, собрал очень мало рейтингов на Олимпиаде в Сочи. Зато потом все узнали Гасса Кенверт, если помнишь, такой американец, который, во-первых, сделал камин-аут сразу после Олимпиады, а во-вторых, увез из Сочи трех бездомных собак к себе домой в Америку. Ну и про него очень много говорили. Вот он как раз и slope-стайл. Ну тогда для тебя сейчас не будет неожиданностей прокомментировать у нас в прямом эфире национальный вид спорта. Я знал, что вы меня позвали, не просто так. Не просто так, но мы... То есть у вас не было комментатора и вы решили подсуетиться. Популяризировать. Хорошо, хорошо, давай. Итак, ну что ж, у нас будет на экране... Где он, тут будет на экране? Или там? На большом экране у нас будет сейчас... Давайте где угодно. Я могу не смотреть на экран. Я думаю, что это необязательно. Итак, друзья... Черный экран, мы видим черный экран. Удивительный, невероятный черный экран. Сейчас нам показывают. Пожалуйста. Так, ну хорошо. Во-первых, конечно же, наверняка будет какая-нибудь борьба. Вот, корейская национальная борьба. Мне очень нравится, что все всегда хотят свою борьбу создать. Хотя, очевидно, давно уже, что ничего лучше прямого удара кулаком в нос человечеству не придумано. Борьба. Вот смотрите, ребята красиво держат друг друга за трусы. Кстати, вот почему-то Матч ТВ критиковали за детские бои в прямом эфире. А здесь тоже дети, ну вот уже постарше, ребята. Никому никаких проблем это не создает. Все нормально. Песок мягкая штука, на которую удобно падать. Зрители, как мы видим, вообще не понимают, что происходит. То есть мы с ними в равных условиях сейчас. И, конечно, барабан. Без барабана никуда. Видимо, один и тот же план, я так понимаю, нам крутят на репите, потому что ничего другого, кроме как падения одного человека на спину не происходило. Какой зрелищный спорт согласитесь, корейская национальная борьба. То есть в нем есть одно движение и все. Даже сумма, по-моему, как-то поинтереснее выглядит. Все? Все. А, все. Извините. Время наше в эфире закончилось. Там первое место. Я всегда, знаешь, говорю, что я мог бы прокомментировать даже метание коровьих лепешек, если бы это был национальный вид спорта. Не вопрос. Самое интересное другое. То есть корейская борьба, как он это увидел? То есть я туда не всматривался? Нет, там написано. Написано было. А мне интересно, почему корейская национальная борьба участвует у нас в конкурсе? Ну, борец-то у нас. Но корейцы? Ну, не я отбирал Павла Сергеевича на таких камерных вопросах. Хорошо. А северные или южные? Это хороший вопрос. Друзья, на самом деле, да, мне кажется, мало. Сейчас будет другой. Еще хочу. Да, у нас есть еще один фрагмент. Я только вошел во вкус. Второй. Давайте, да, что-нибудь более зрелищное. Именно с девочки мы начнем. Начнем мы с девочки второй. Это просто интересно, как он будет сейчас это комментировать, потому что там не будет звука, и там будут черные краски. Кстати, мне женский спорт реально больше нравится. Например, женский теннис, женский волейбол я люблю больше, чем мужской. Там, ну, во-первых, красоты, понятное дело, больше, а во-вторых, просто, мне кажется, их эмоции иногда мешают, конечно же, им, но на самом деле больше дают зрителям. Лапта. А, я, кстати, играл в лапту. Играл в лапту пару раз в жизни. Не очень точно помню правила, но там надо брать биту и фигачить. Классный костюм. Кстати, форма для лапты, может быть, не самая удобная, но зато яркая. А вы берите звук, пожалуйста. А, то есть я должен говорить за нее. Да, да, да. Пейзаж какой-то не лаптовый за спиной. Мне кажется, это скорее для Бенди, чем для вот этой биты и мячика. Это ведь американцы думают, что они придумали бейсбол. Да, почему бейсбол есть, а лапты нет на мировой карте? Почему есть суперконтракты у бейсболистов, а у лаптистов, так, наверное, называется? Потому что просто оказывается, что попасть-то по мячу гораздо сложнее, когда у биты прямоугольные сечения, чем когда у нее сечение круглое. Кстати, вы знаете, что в России в год продается около 500 тысяч бейсбольных бит и около 50 бейсбольных мячей. Почему бы могло быть такое соотношение? А, вот так вот. Просто надо по-другому бить было, оказывается. Все понятно. Удар снизу. Все ясно. Это не лапта, это просто тоже русский вид борьбы. Как раз с битыми для лапты можно устраивать единоборства. И вот сейчас нам различные виды ударов в этих единоборствах показывают. Какой прекрасный дом на фоне. Что это? Школа по подготовке юных лаптистов. И бежать, бежать, бежать! Run, Форест, run! Так, вот начался матч, собственно. Маленький мальчик, бьющий в городе, нападающий в поле. Спасибо, что показывают мне текст на суфлёре, потому что сложно было бы, без него штрафная линия. Вот это знакомые уже слова пошли. Интересно, а мы бы с какого раза первый раз попали по мячу? Ну, наверное, попали бы. Не думаю, что это так легко. Ну, вот это мы любим. Побегать. Любим. Мы играли в лагере, в лапту, я помню, тоже, да. И там всем очень нравилось как раз носиться туда-сюда. Никто не понимал, что происходит. Я не понимаю, что мы любим, да. Конечно, конечно. И, как мы видим, лапта очень демократичный вид спорта. Люди разной комплекции, как вот в американском футболе, разных весовых категорий, совершенно спокойно могут быть вместе, и каждый найдет для себя что-то полезное и правильное. А, смотрите, лапта традиционная у человека было написано в Майке. Значит, здесь еще лапта нетрадиционная. Возможно, это была другая заявка на наш конкурс, но в число финалистов она не попала. Ну что, ребят, спасибо вам большое. Вы нам показали лапту. Честно говоря, понятно было чуть больше, чем про корейскую борьбу, но надо поиграть, чтобы окончательно разобраться. О, а там еще, кажется, разные виды бит есть. Ну вот, кстати, вопрос. И за что мы любим футбол? За то, что после футбола. Как и ребята любят лапту за то, что после лапты, когда можно посидеть и попить сачку. Почему в Америке бейсбол, да, культовый вид спорта? А почему лапта не стала такой? По-моему, просто лапта ассоциируется с чем-то лубочным. Типа лапти, лапта. Ну, не знаю. Мне кажется, что и бейсбол-то он развит в очень немногих странах, признаемся. Просто американцы находят в нем свой кайф, мы находим свой кайф другом. У нас хоккей, у нас футбол, у нас теннис. Но хоккей у нас не настолько, как в Америке бейсбол. Да ладно. Ну, в каждом дворе есть хоккейная коробка. Мне кажется, что играют в хоккей, по крайней мере, как угодно стоят на коньках, очень многие дети. Просто в Америке есть вообще система спорта совсем другая. Там каждый ребенок в школе проходит некий просмотр и проверяется на таланты баскетбольные, бейсбольные, хоккейные, таланты американского футбола. И у них не бывает так, что человек в чем-то талантлив, и это не распознали. У нас, к сожалению, бывает довольно часто. Ну, мы вообще во многом, к сожалению, отстаем. И спорт здесь только одна из частностей. Поэтому почему? Потому что мы, к сожалению, не США. О чем хотел спросить до этого, но, значит, с 9 лет на телевидении, правильно? Если бы этого не было, ну, абстрагируемся, какой вид спорта все-таки был бы твоим? Я, кстати, футболом увлекся на полгода позже, чем телевидением. Я попал на телек в феврале 1998 года, а футбол по-нормальному первый раз посмотрел летом 1998 года чемпионат мира во Франции. Мне сложно сказать. Я думаю, что это был бы вид спорта, скорее всего, индивидуальный. Может быть, тот же теннис, который был нереально популярен в 90-е. Просто я в Нижнем Новгороде вырос, где не было какого-то мощного вида спорта, который бы выделялся. Ну, то есть был хоккей, торпедо, но как-то, можно сказать, тогда торпедо было в упадке. Был, хоккей с мячом, кстати, очень сильно развит, потому что команда Start была одной из сильнейших в России. Там она только буквально двум воднику и Енисею, по-моему, уступала. Часто брала оборонзовые медали чемпионата России. Но хоккей с мячом тоже довольно узкий вид спорта. Он как раз наш национальный. В него очень мало где играют, кроме России, Швеции и скандинавских стран других. Я думаю, что я бы занимался, скорее всего, теннисом, но как-то так сложилось, что я в теннис начал играть только совсем недавно. И сейчас два раза в неделю тренируюсь, еще два раза в неделю занимаюсь сквошем. Ты спрашивал про спорт. И еще два раза в неделю футболом. То есть у меня спорт практически каждый день есть в жизни. И хорошо, что он не профессиональный, знаешь, потому что профессиональные спортсмены, чаще всего люди к нашему возрасту уже сильно нездоровые. И я рад, что я могу просто что-то приятное для меня делать, не убиваясь так, как делают это они. Итак, пошли вопросы. Давайте. Сейчас я выберу, что делать, если во время эфира очень хочется чихнуть. Очень просто. У нас есть кнопочка выключения микрофона, когда ты выключаешь, чихаешь и опять включаешь. Как будто ничего не произошло. А если такой кнопочки нет, как вот сейчас на мне, ну, чихать. Что делать? Ничего. Это такой процесс, который практически невозможно остановить. Понимаешь? А если вот план на тебя все больше? Я, кстати, ни разу в жизни в эфире не чихал. Были моменты, когда, ну, допустим, горло першит, и ты хочешь прокашляться. Ну, это нормально. Прямой эфир, он классен тем, что все понимают, что здесь может все произойти. Я помню, был прекрасный момент, когда у нас в студии НТВ Плюс муха летала, довольно жирная такая вот. И мой коллега Сергей Акулинов прямо его вот так в эфире поймал. Сказал, о, даже муха интересуется футболом, типа, и выкинул ее. Вот. Прямой эфир – это жизнь. И, кстати, за что я еще очень люблю спорт, потому что спорт – это одна из немногих вещей, которые происходят в прямом эфире. Вот сейчас у нас на телевидении новости, наш утренний канал «Доброе утро» и спорт – это все, что есть в прямом эфире. Все остальное – запись, безусловно, там, это для динамики, для интереса, но прямой эфир – это жизнь, и мне он нравится гораздо больше. А мы, между прочим, в прямом эфире, друзья. И я хочу вам всем напомнить номер нашего WhatsApp, у кого нужно просто писать сообщение WhatsApp. Не звонить, не писать голосовые – это очень важно. А что, давай по телефону с кем-нибудь поговорим. Сейчас поговорим. Помнишь, когда были звонки раньше, я когда с Владимиром Маслаченко вел программу, это было, кстати, не так давно, это был 2010 год, всего 10 лет назад. У нас реально был номер телефона, на который звонили люди иногда, когда что-то было интересное, мы прям выводили их в эфир, и они говорили. Друзья, наш номер телефона – 916-038-2160. Пожалуйста, пишите нам WhatsApp, мы обязательно поговорим с вами в прямом эфире, и, собственно, мы для этого здесь и собрались, так что мы ждем звонков в Zoom. А это не персонифицировано, да, то есть мы просто видим вопрос, но не видим, кто его задает. Жалко. Ну, хорошо, я готов отвечать вот на все подряд. Вот там наверху он уже ушел, но мне он понравился. Как вас в детстве называли в школе? Меня называли, ну, по-моему, кстати, Заноза не дразнили, что-то, не знаю, может быть, по имени. Сразу Павел Сергеевич? Нет, меня родители называли Павлик, я изначально был Павлик Занозин, даже вот в эфире телекомпании «Волга Нижегородская» и программы «Не зевай», которую я вел, прям подписываю. Павлик Занозин. Как-то в школе, по-моему, тоже называли Павлик. Потом потихонечку я превратился в Пашу, потом уже стал Павел. Когда называют Павла Сергеевича, я очень смеюсь, потому что, ну, ребят, нет, нет, пока еще рано. Узнают ли вас на улице? Бывает, бывает, да. Что делают? Ну, чаще всего просто подходят, говорят какие-то приятные слова, просят фотографироваться. Удивительно, что, знаешь, вот в социальных сетях же часто многие известные люди сталкиваются с хейтом. В жизни ни разу ко мне никто не подошел, не сказал ничего плохого, ни разу. Я даже жду, ну, потому что, в принципе, какие-то же люди, которые меня не любят, существуют, и пишут они в интернете часто. В жизни все... Ну, просто, слушай, господи, я комментировал матч России-Уругвай, я пережил много в своей жизни. Россия-Сербия, мне кажется, страшнее, чем Россия. Нет, Россия-Сербия, кстати, очень зашел, при том, что, ну, это было ужасно, но мы во втором тайме, мне кажется, выбрали правильную тональность с Ромой Гудсайтом, и, ну, так, троллили, чуть-чуть троллили сборную России. И, я не знаю, мне еще интересно будет пообщаться потом с ребятами, с тем же Черчесовым. В следующем году это уже случится, может быть, забудется, конечно, все. Но за фразу по поводу того, что у Черчесова остается одна замена, себя он заменить не может пока. Я, в общем, считаю, что это было неплохо. Друзья, пожалуйста, пишите нам, мы выведем вас в эфир, нам очень хочется поговорить с кем-то живьем. Что будет, если случайно я сказал грубость или оговорился в эфире? Ну, если оговорился, наверное, ничего, а если грубость, то уволят. Все нормально, это же первый канал, только грубость бывает разная. Знаешь, есть такое качество внутренняя интеллигентность. Помнишь, как о чем говорят мужчины? Почему от одного с утра разит, а от другого слегка попахивает? Так вот, если у тебя есть эта внутренняя интеллигентность, то ты, скорее всего, и в жизни редко говоришь что-то такое, что не может прозвучать в эфире. Мы же в интернете, я могу говорить все слова, какие я хочу? Но не совсем. Не совсем, все-таки не могу, да? Хорошо. У меня был просто случай в жизни, когда была нештатная ситуация в эфире. Я думал, что я выключил микрофон и начал говорить по связи с аппаратной, а выяснилось, что настолько был плохо перекоммутирован пульт, что все-таки мои слова шли в эфир. Это было не как у Димы Губерниева, когда он обматериал Малафеева на всю страну, но я сказал дословно, «Ребята, это пипец, я слышу все, что происходит, все, что вы говорите». Я действительно сказал «пипец», хотя теоретически мог бы сказать слово двумя другими буквами, и оно бы тоже прозвучало в эфире. Но я в жизни говорю его практически никогда, не знаю, только если действительно он случился. Поэтому это была моя естественная совершенно реакция. Так что если вы в жизни не материтесь, то в эфире, скорее всего, тоже грубость не скажете. Да, да, да. У нас есть звонок. Итак, у нас есть гость. Слышишь нас? Нас слышно? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Представься, пожалуйста, откуда ты, кто ты? Добрый день, меня зовут Андрей. Андрей, откуда ты? Город Чебакбакстар. Чеба, привет. Привет. А в какой номинации ты участвовал? Известно, спортивная. Отлично. Ну что ж, Павел Занозин, Чебаксара на связи. Задавай вопрос. У меня есть вопрос, наверное, который стоят многие. Вы на игре всегда должны быть не предвзяты в какой-либо командной сборной. На самом деле, какая ваша любимая команда или сборная? Во-первых, кто сказал, что я должен быть непредвзятым? Никаких правил, которые гласили бы что-то подобное, нет. Комментатор не может быть непредвзятым, потому что комментатор человек. Человек не может быть абсолютно объективен. Это же не робот, да? Там вот когда ты с Сирией разговариваешь, наверное, она объективна и то уже, по-моему, у нее какие-то эмоции появляются. Так что нет, конечно же, я не то чтобы предвзят в эфире, нет. Я по ходу эфира начинаю испытывать какие-то симпатии, антипатии. Это нормально. Безусловно, моя любимая сборная, сборная России. Это единственная команда, за которую я болею максимально сильно и искренне. И в этом смысле мне легко, потому что я комментирую матчи сборной России на российском телевидении. Тут нет никакой дилеммы, болеть или не болеть за нее открыто. Если говорить о клубных командах, да, там возникают моменты, когда ты вроде бы поддерживаешь какую-то команду, но должен быть объективен. Тут все очень просто. По-моему, никак совершенно боление за командой не должно мешать тебе говорить правду. Если твоя команда нарушила правила штрафной, то ты говоришь, что это пенальти, потому что пенальти – это очевидный факт. Если что-то наоборот происходит, ты тоже это говоришь. Я в России болею за Краснодар. Мне очень симпатично все то, что там происходит. Мне очень нравится подход. Я, кстати, совершенно спокойно, открыто об этом говорю. Но когда я комментирую матчи Краснодара, комментировал еще на матч ТВ, я думаю, никто не мог меня упрекнуть в том, что я в чем-то необъективен по отношению к соперникам Краснодара. В Европе вообще проще. Там симпатии возникают и исчезают. Мой любимый футболист Дэвид Бекхэм. Для меня было огромное счастье, когда мне довелось прокомментировать буквально пару матчей с его участием до того, как он закончил карьеру. И я там тоже совершенно не скрывал, что вот для меня это гигантское событие. Я комментирую матч моего любимого футболиста. Сейчас уже эмоции просто не такие, как были тогда в детстве или в таком полу-юношеском возрасте. Сейчас гораздо проще. Ты к футболу относишься как к классному процессу. И совсем не обязательно там умирать от того, что там твоя любимая команда выиграла или проиграла. Гораздо круче получать наслаждение от общего вида, от процесса, от атмосферы и всего остального. Да, ответ удовлетворил? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. Привет, Чебоксар. Интересно. Да, полностью. 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 Это сейчас как бы продолжение разговора. Спасибо, привет, Чебоксар. Выключайте его, а то сейчас что-нибудь опять в эфире скажут. В Краснодаре есть же команды в Нижнем. Есть, безусловно. А я за Нижний Новгород как за город болею. То есть какая-нибудь команда, когда там полез, просто они там меняются немножко. Был Локомотив, была Волга. Кстати, мне очень нравилось Волгу комментировать. Это вот на ее матч как раз эта история с пепцом произошла. Сейчас футбольный клуб Нижний Новгород лидирует в ФНЛ и скорее всего выйдет в Премьер-лигу на следующий сезон. Все это здорово, но это же сердце, это сердцу не прикажешь. Город, я люблю Нижний Новгород. Команду я люблю Краснодар. Фотка есть с Бекхэмом? Откуда? Я не виделся с ним, к сожалению. Это вообще одна из моих пока главных, наверное, нереализованных вещей в профессии. Я дико переживал, когда в 2012 году на Олимпиаду в Лондоне его не взял, по-моему, был главным тренером сборной Англии, в Великобритании тогда, Стюарт Пирс. И он в последний момент Бекхэма не взял. Он взял Райана Гиггза, а Бекхэма почему-то посчитал ненужным команде. И я думал, ну как же я мог там на Олимпиаде в Лондоне взять у него интервью, там может быть тоже сфотографироваться. Не сложилось. Но надеюсь, что еще будет такой шанс, потому что мне кажется, когда вот у меня с ним получится сделать интервью, у меня не останется каких-то мечт. Гештальт. Закроется. Новое слово сейчас модное. Гештальт. Ну, я был воспитан в детстве, если говорить, вот вчера ушла легенда. Диего Марадона, безусловно. Это гигантская трагедия. Но, с другой стороны, мы все когда-нибудь умираем. Марадона не был уже действующим лицом довольно давно. То есть, то, что он был тренером, химна села оплата, я думаю, никого сильно не волновало. Просто Марадона был таким образом. Он образом и остается. Равно как и Пиле, например. Пиле жив, но по большому счету для нас это все равно образ. Это человек, который... Ну, Пиле я не застал. А Марадона я видел. Я понимаю прекрасно. Вот мы, например, Месси и Роналду застаем и видим всю их карьеру. Мы чувствуем, как они становятся великими. И все равно нам сложно ставить их в один ряд с теми звездами. Потому что восприятие-то разное. Ты же Марадона видел в детстве. А Месси ты видишь, когда ты уже взрослый человек. Так же, как и у меня. Я бы как мы видел в детстве. Я никогда не буду любить его меньше, чем любую из следующих футбольных звезд. Это как расхожее выражение. Есть трава уже не та. Там небо. Это правда, потому что чуть-чуть тускнеет линза, знаешь, которой ты пытаешься смотреть на все. Я думаю, что это нормальный процесс абсолютно. Просто круто находить для себя новое влечение. Совсем не обязательно же на чем-то одном концентрироваться. Если ты фанат, и фанатом оставишься до смерти, как, например, тоже упомянутый сегодня Маслаченко был, это нереально круто. Но можно менять по ходу жизни свои влечения. Я, например, уверен, что в какой-то момент моя жизнь повернется так, что я не буду комментировать футбол, наверное, уже. Но пока я это люблю делать и стараюсь делать хорошо. Отличный вопрос. Как воспитать спортивного комментатора для проведения мероприятий в деревне? Это, кстати, классный вопрос. Знаешь, почему? Потому что, ну, я понял, о чем речь. Потому что все же хотят в Москву. Все хотят, как только что-то получается, сразу же перебираться куда-то в сторону федерального эфира. Мы говорили сегодня про различия России и США. В США есть 20-30 городов, в которых ты можешь стать крутым, звездой. Ты можешь приехать в Сан-Франциско, в Лос-Анджелес, в Чикаго, в Бостон, куда угодно. И там ты найдешь себя. У нас же ты можешь стать крутым только в Москве. А в деревне или в маленьком городе, или даже в большом городе, скорее всего, у тебя будет один путь смотреть в сторону столицы. У меня так было, но только, знаешь, почему? Потому что Останкинская башня находится в Москве. К сожалению, стать спортивным комментатором у нас можно только здесь. Но в Лога ТВ? Я был бы счастлив, если бы это действительно было как в США. Когда на каждом телеканале региональном показывают матчи своих команд, когда там есть суперстудии, прекрасный продакшн и так далее. Нас не так. И чтобы было так, должно пройти еще лет 200. Поэтому как воспитать в деревне? Просто любить то, что ты делаешь, а дальше, знаешь, съездить в Москву, добиться всего там и вернуться обратно уже в статусе такой расслабленной легенды, я бы сказал. То есть уже все есть, денег уже заработал. Да, и ты можешь просто делать что-то хорошее для своих, как говорят в Англии, support your local team. То есть, а, мимо меня проходят коровы, они идут Ну, как вот я сейчас комментирую корейскую национальную борьбу. Появился хороший вопрос. Были ли в вашей карьере момент, когда пришлось поступаться своими принципами? Нет. Потому что у меня очень простые принципы. Я не говорю то, чего не думаю. То есть, я могу, может быть, не все, что думаю, сказать, но уж точно ни разу в своей жизни я не говорил слов, мыслей, не проговаривал, которые были бы вложены в мои уста кем-то другим. Я говорю только то, что думаю. И так было всегда. Я думаю, что когда первый раз произойдет нечто, что мне не позволит это сделать, это закончит мою работу. Потому что, ну, на мой взгляд, это предательство. Предательство себя, а себя предавать точно нельзя. Поэтому на Первом канале, да, многие удивляются, типа, как ты работаешь на Первом канале, хотя у тебя такие довольно свободные взгляды. Это, ребята, очень просто. Я комментирую футбол и веду программу «Доброе утро». В этих местах нет политики, нет каких-то срачей, ругательств. Все достаточно узко. И мне в этом пространстве нравится. Если мне перестанет нравиться в этом пространстве, я займусь чем-то еще. Но пока я делаю то, что люблю. Хорошо. Вот, ну, бывают же неудобные вопросы. Да. Ну, правда, я не очень понимаю. Не нравится вопрос, не отвечай. Ну, бывают. Ну, вот, допустим, не знаю, удобный ли вопрос про Черчесова сейчас для комментатора Первого канала? Абсолютно. Элементарный. То есть, твое мнение о том, что, особенно про интервью, которое было подсвязано. Станислав Черчесов был абсолютно собой. Я не увидел в этом интервью ничего нового. Я с Черчесовым общаюсь довольно давно в режиме, там, раз в месяц точно мы с ним разговариваем. Я беру у него интервью, маленькое или большое. И Черчесов был собой. Он всегда считал, что только он знает, как нужно. Он всегда считал, что только он лучше всех во всем разбирается. Он прав. Форма выражения его правоты, к сожалению, бывает иногда похожа на хамство. Это не очень нравится людям. Это нормально. Но он такой, как он есть. Мне кажется, что давно должны были люди привыкнуть. То есть, человек в 50 лет не меняется ни с того ни сего. Вот тут пришел бы он в гости к Черданцеву, Казанскому и Губерниеву. И, как Леонид Викторович Слуцкий, интеллигентным бы им рассказывал, что произошло. Нет, он не Слуцкий, он Черчесов. Если мы недовольны им, то давайте говорить объективно. Почему мы недовольны? Потому что сборная России проиграла 0-5, потому что у нас 6 матчей без побед. Ты, кстати, сказал, что я все комментировал. Слава богу, не все. Потому что если бы я там Россию и Молдавию прокомментировал, я бы уснул. Да, мы не показывали. Это на матче ТВ был матч. Короче, да, у нас сейчас непростой момент, безусловно. Но мы вышли на чемпионат Европы. Это самое главное. И это действительно была важная задача. У сборной России есть объективные трудности. Я во многом с Черчесовым не согласен. Но уж точно я считаю, что сейчас нет никакого повода его вдруг увольнять. Давайте подождем весны. Если весной, еще, допустим, март, там будет три матча, продлится этот кризис. Это будет реальный вопрос. Готов ли Черчесов вести сборную на чемпионат Европы? Боюсь, что сейчас не в тренере проблемы российского футбола и российской сборной. Уж точно. Вообще не в тренере. Никакой тренер сейчас, скорее всего, не сделал бы с конкретно этими футболистами что-то другое. Что-то принципиально лучшее по сравнению с тем, что мы имеем. Друзья, я заранее извиняюсь, но здесь собрались мужчины. Мужчины любят футбол. И я думаю, что спортом все-таки у нас занимаются национальным, наверное, тоже в большей степени мужчины. Поэтому если мы... Без сексизма нет. Почему? Девчонки тоже занимаются. Занимаются, да. То есть, к тому, что мы пока эта тема, да. Мы обязательно вернемся к женским видам спорта. Обязательно об этом поговорим. Но у меня есть личный вопрос. Я хочу его задать. Ты же со многими общался тренерами. Да. Кто больше всего импонирует? Как человек? Слуцкий, конечно же. Сто процентов. Леонид Викторович. Да. Он... Мне вообще нравятся интеллигенты и интеллектуалы. Он таков. С ним было невероятно комфортно комментировать вместе. Я считаю, что вообще мой лучший матч в паре был как раз на чемпионате мира с Слуцким. Мы комментировали Аргентина и Исландия. Это был мой первый матч в жизни чемпионата мира. И сложилось все шикарно. Просто шикарно. Потому что он идеальный партнер, идеальный эксперт. Человек, который может достаточно понять, и просто, но при этом красиво рассказать о такой сложной штуке, как футбол. Очень мало кому это удается. Безусловно, есть еще приятные люди. Симак. Ну, понимаешь, да? Тренеры тоже вот. Ну, типа, те, кто стал тренером сейчас, но мы их видели и как футболисты. Андрей Тихонов, например. Да. Потрясающий совершенно. Если говорить там о старшем поколении, конечно, Юрий Павлович Семин. Много... Вообще в футболе достаточно много приятных людей. Хотя в целом, я думаю, футболистов не самая лучшая репутация. Но мне кажется, что и там можно хороших парней отыскать. Знаешь, как меня называют бояшки ЦСКА? Тебя? Да. Ну, посмотри, посмотрите просто. Ты сейчас это имя назвал? Газаев Безусов? Нет, нет. Меня называют Леонид Викторович. Говорят, похож. Не знаю, мне кажется, он на Газаева больше похож. Спасибо. А у тебя студия разорвалась в этот момент? Нет, серьезно, серьезно. Вот усы мы вам! Вылитый, Володька! Вылитый! Валерка Георгиевич! Да, да. Ну, тут сейчас прямо у меня удивил, удивил, удивил. Ну, нет, на Слуцкого я бы не сказал, что похож. Вот если так уже, тогда уже будет Лобановский. Хорошо, а кто был кумиром в детстве? Ну, Бекхэм. Бекхэм, да, безусловно. Хотя, слово кумир не очень правильно. Кумир это кто-то недосягаемый. А я всегда считал, что Бекхэм, он где-то будет рядом со мной. И это так и будет. Подождите, сейчас еще чуть-чуть, и все получится. А чем отличается комментатор от журналиста? Кстати, это хороший вопрос, потому что многие, знаешь, когда говорят вот про нас, про комментаторов, типа спортивный журналист такой-то, это не совсем правильно. Мы не занимаемся журналистской работой во многом. Мы не проводим расследования, мы не пытаемся там какие-то гигантские аналитические статьи писать. Кто-то там любит инсайды, например, для меня это тоже не важно. Комментатор это человек, который комментирует. Это, на мой взгляд, высшая ступень иерархии в профессии, потому что это дико сложно для тех, кто с этим не знаком. Ну, даже для тех, кто знаком, порой бывает сложно. Не знаю, пробовал ли ты комментировать? Пробовал. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, бывает момент, что нечего сказать, что непонятно, что произошло. У меня есть интересная школа, школа КВН многолетняя, поэтому тут немножко попроще, когда ты не знаешь, что сказать, ты просто говоришь то, что видишь в округе. Любой непонятной ситуации. Классная камера, люди ходят. Я, собственно, сейчас тем же самым занимался, когда вы мне показывали эти виды спорта. Ну, на мой взгляд, профессия комментатора сложнее гораздо, чем просто профессия журналиста. Мне сегодня, например, предстоит такой челлендж. Я давненько не писал тексты большие. Сегодня мне заказали текст про Диего Марадону для журнала Esquire. Я буду свои мысли каким-то образом описывать. И я по этому поводу переживаю. Где-нибудь будет рождение быть? Ну, безусловно. И он сегодня уже появится вечером. Я переживаю немножко по этому поводу, потому что порой, когда ты не в форме некой, ты чуть сложнее это делаешь. То есть прокомментировать я сейчас могу все, что угодно. А вот перед текстом начинаю чуть-чуть волноваться. Это неожиданно. Ну, это нормально. Почему? Если просто у меня был период, когда я писал тексты три раза в неделю. На чемпионат Ком я работал, на радио тоже текст приходилось писать. Это было нормально. Но сейчас я действительно не помню, когда я последний раз писал текст большой, который был бы где-то опубликован, наверное, года три назад. Да, на Матч ТВ еще. И поэтому есть волнение немножко. Ну, я думаю, что справишься. Я тоже так. Это самое главное. Иначе бы не брался, конечно. И у нас есть обширный пласт. Это обширная тема. Такие национальные виды спорта. Все-таки, что для этого сделать, чтобы какой-то... Ну, вот мы берем отдельно взятый спорт. Любой совершенно. Допустим, да. Ну, тут уже лапту. Я не знаю там. Борьба на поясах. Это корейская. Она же борьба на поясах. Я тоже вначале не понимал, что происходит. Но есть у нее русское название. У нас гиревой спорт, вроде наш, российский, как таковой. Да, штангу же мы поднимаем, гири мы не поднимаем. Да, как официально. Что сделать, как сделать так, чтобы какой-то вид национальный, стал национальным видом спорта? Россия очень большая страна, понимаешь. У нас сложно с национальностями. Сколько национальностей живет в России, сколько народов. И у каждого есть что-то свое, свой язык, своя культура, свой спорт. Это нормально. Это круто, чтобы их было много. Зачем какой-то один обязательно у России национальный вид спорта? Нет. Россия тема хороша, что она настолько многообразна, многолика, что ты можешь по ней сколько угодно ездить и будешь сюда узнавать что-то новое. Я про другое. Вот сейчас выйдем на улицу, возьмем молодое поколение школьников, спросим их, какие вы знаете национальные виды спорта? Они нам не скажут ни один. Ты спросишь и меня, я тебе тоже мало чего скажу. Правильно, ты сказал про 8 видов спорта, зарегистрированных официально. Ты все запомнил? Ну, я в принципе не смотрел, какие. Вот, и я не смотрел. Но я знаю, что есть точно лапта. Ну, давай так, городки там есть наверняка? Да. Национальный вид спорта или просто? Я думаю национальный. Ну, а хотя, черт его знает. Вроде классный вид спорта. Ну, в детстве мы играем. Допустим, есть русские шашки. Национальный вид спорта или нет? Стоклеточный. Кстати, реально шашки, на которых проверяется мастерство, потому что другие шашки уже просчитаны, а стоклеточные не до конца. Вот. Ну, что, да. Борьба наверняка, несколько видов ее. Я думаю, гиревой лапта. А что еще? Ну вот. Ножечки. Да, в детстве играть. Ты понимаешь, спортом может быть все что угодно. Вот сейчас Олимпиада очень сильно расширяется, и там, допустим, уже в Токио будет скалолазание. Ну, вид спорта такой довольно специфический. Или брейк-данс. На юношеской Олимпиаде дебютировал. Ну, кто-то же решил, что это вид спорта. Скейтбординг и так далее. Много всего. Танцов, когда они брейк-данс? Ну, в детстве. Как все, конечно, да. Да, да, да. Фристайлер и в круг выходишь, там, пытаешься что-то сделать. Я не буду просить показать, а было бы интересно. Микрофон упадет. Нет, а тут можно верхний же просто. Короче говоря, я вообще не считаю, что нужно делать какой-то вид спорта обязательно национально. Надо развивать то, что есть в регионах, в республиках. Это было бы круто. А объединять не важно. Я сейчас к тебе как к человеку с Первого канала обращусь. Если появится фестиваль, допустим, Олимпиада национальных видов спорта, это будет интересно Первому каналу? Да, конечно. Первый канал очень любит, когда Россия чем-то объединяется. То есть ты меня, знаешь, как лицо Первого канала спрашиваешь, но это тот случай, когда мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Мне кажется, что Первому каналу это было бы интересно. А сейчас есть редакция спортивного вещания Первого канала? Да, конечно. То есть, а кто там сейчас главный? Ольга Черносвитова. Не знаешь. Очень знакомая фамилия. Главный человек, на мой взгляд, в российском телевидении за последние годы. У меня очень знакомая фамилия. Ну, она крутая, она лучший начальник моей жизни, 100%. До этого, правда, конкуренция не очень большая была. То есть, если с этим проектом мы к тебе подойдем? Почему ко мне-то? Я комментатор. Мне надо ко мне подходить. Хорошо, к тебе не будем подходить. Да. Вот ты можешь поспособствовать. Подходите к Эрнсту, к Файфману, к Черносвитову, к кому угодно. Друзья, вы понимаете, какой сложный этап. К кому надо подходить? По лестнице получается. Ну, я не могу прийти на первый канал и сказать, ребята, мы сейчас показываем с вами Олимпиаду Санкт-Петербурга. С проектом ты не можешь прийти. Теоретически могу, но меня примерно так же, как и тебя в данном случае будут слушать. То есть, я ничем не отличаюсь. Если это будет интересно мне конкретно, да, я, наверное, приду. Если я сам организую такой фестиваль. Так, те, кто организует, друзья, выходите, пожалуйста, на руководство. Мы возьмем тебя в долю. Я боюсь, что заработать на этом будет сложно. Нет, а мы говорим не про заработать, мы говорим про... В долю, что тогда? В долю. В долю, в душевный, как сказать, коллектив дружный. Начальников похвалили, Павел, вы молодец, видишь. Нет, слушайте, я могу поругать любых других начальников, просто своих предыдущих, потому что, к сожалению, мало кому из них удавалось правильно со мной взаимодействовать. То есть, знаешь, есть люди, которых надо хвалить, чтобы они делали круто. Есть, которых надо ругать. Вот мне точно надо хвалить, чтобы я делал круто. И лучшие моменты моей жизни были, когда у меня получалось, меня за это хвалили, и я расцветал. Жаль, что моего начальника, он пришел, ушел. Жаль, потому что сейчас бы эти слова, бы он услышал. Да, видишь, что ты тоже. Правда же, есть те, кому прям надо дать пинка, и он становится лучшим. Я не такой. То есть, меня это демотивирует. Вот, к сожалению, моим начальником на протяжении 7 лет был Василий Уткин, с которым у нас очень плохие отношения сложились, и в основном это было такое гнобление, которое сейчас в очень смешной форме продолжается, потому что Вася дико недоволен тем, что я комментирую на первом, а не он. Но я ничего не могу поделать, к сожалению. Меня ставят. Мне понравился комментарий. Ведущий начальника не хвалит. Начальник вошел в чат. Он написал. Хорошо. Есть еще один вопрос. Успех сборного на чемпионате мира. Случайность? Все в каком-то роде случайность в спорте. В спорте вообще без случайности невозможно. За день до старта чемпионата мира я не мог предположить, что мы выйдем в четвертьфинал. Я был уверен, что это будет провал. Потому что играли мы последние товарищеские матчи кошмарно. Я видел на сборах, что происходит, и вообще не понимал, как эта команда способна будет что-то показывать. Но сложилось так, как сложилось. Это было большущее счастье. Для меня матч с Хорватией – это просто эмоциональный пик. Я после этого чемпионат мира довольно плохо помню, при том, что я даже финал комментировал на сайте Первого канала. Но общение с Артемом Дзюбой, слезы, опустошение – это все, по большому счету, перечеркнуло дальнейшие дни. Потому что просто эмоции уже закончились. Какой самый лучший? Два вопроса будет. Какой матч больше всего запомнился из комментируемых? Матч, неважно, что там может быть. Какой-то вид спорта где-то. Какой был самый сложный для работы? По поводу, какой запомнился больше всех. Понятно, что чемпионат мира – это была просто такая вершина, действительно. И лучший матч чемпионата мира для меня – это Франция и Аргентина, 1-8 финала. Ты его комментировал? Я его комментировал, да, 1-1, причем. Там почти все матчи в паре работали, а этот матч я работал 1-1. За Францию я еще и болел, и все так сложилось. Шикарно, 4-3, много голов. Лучший гол чемпионата мира, если помнишь, Бензамен Павар забил в том матче. Короче, вот тот матч я всегда выделяю. Ну и еще был один матч Барселона-Парис-Ан-Жермен, который я еще на матч ТВ комментировал. 6-1. Да, да, да. И невероятный камбэк. Это тоже для меня один из таких центральных матчей в жизни. Что касается самого сложного, ну, опять же, наверное, на чемпионате... Ну, во-первых, там был матч Франция и Дания на чемпионате мира, самый скучный. Ну, скучные матчи, знаешь, это как, ну, типа, потерпишь 2 часа, и потом все забыли. Ничего такого сложного особенно нет. А вот Россия и Ругвай было сложно, потому что... Вообще, это был для меня первый опыт, когда я работал с такой аудиторией. То есть, я думаю, что до этого ни один матч, который я комментировал, не смотрел столько человек. Там, по-моему, 40 миллионов была аудитория у этого матча. И так все сложилось кошмарно сразу, что у нас не было никаких шансов. 0-2 к 20-й минуте удаление. И при этом 70 минут мне еще нужно удерживать зрителей в эфире федерального канала. В прайм-тайм, блин, это был, по-моему, 5 часов вечера по Москве начинался матч. То есть, ну, супер-время там. Ты не можешь сказать, ребят, все, мы проиграли. Выключайте, встретимся в 1-й восьмой финал. В Сербии-то сейчас прикольно было, хотя бы еще поздно было. Знаешь, там можно было позволять себе разные хулиганства. А там нет, там я понимал прекрасно свою ответственность, и она сильно на меня давила. Это был сложный матч, ничего не скажешь. Назовите самый скучный вид спорта. Ох. Ты знаешь, я в каждом виде спорта для себя что-то интересное нахожу. Потому что раз люди этим увлекаются, значит, они что-то понимают. Не дураки. Например, многие читают керлинг, скучным видом спорта. Это мой любимый зимний вид спорта. Это нереально крутая игра. Я вот в понедельник собираюсь участвовать в турнире для журналистов. Просто попробуйте когда-нибудь выйти на лед и сами поиграть. Фантастически интересно. Вообще, в любой вид спорта, если вникаешь, то проникаешься им. Я даже выявил для себя такую лему, что если ты поработаешь на чемпионате мира или на большом турнире по какому-либо виду спорта, ты не можешь им не проникнуться. Вот реально. Я не любил биатлон, допустим. Прям вообще не любил. Я не понимал, в чем прикол. И я поработал на чемпионате мира вот два раза уже на первом канале. Просто теперь я люблю биатлон. Действительно. Не может быть не так, как футбол или теннис, но я люблю биатлон. Потому что ты проникаешься людьми. Ты замечаешь какие-то тонкие моменты. Ты начинаешь понимать суть. Она не всегда видна сразу, когда ты просто включил телевизор и что-то видел. Когда ты проникаешь в суть, ты совершенно точно начинаешь это любить. Потому что спорт это круто. Это лучшее, что есть. Это эмоции. Ради эмоций стоит жить. Очень хороший комментарий. Павел дипломат, конечно. Да я бы не сказал, почему. Я иногда говорю какие-то вещи, идущие в разрез. Но просто я уважительно отношусь ко всем. Может быть поэтому. Мне кажется, это нормально. Если мы сейчас будем обращаться к людям, которые развивают на местах национальные виды спорта. Это на самом деле сложно. Я понимаю. Потому что проще, конечно, играть в футбол. Тот же самый теннис. Конечно, надо, чтобы был корт минимум. Понятно. На бадминтон. Помнишь, Медведев одно время сказал, что бадминтон должен быть в каждой школе. Должен быть наш национальный вид спорта. И в каждой школе должен быть урок бадминтона. Что-то не получилось. Он, видимо, просто сказал. Что-то пошло не так. Ну, так бывает. Тем не менее, вот вчера мы общались насчет музыки. Да, тут баба барышня нам звонила в студию. Которая рассказывала, как на местах тяжело, там, коллективам. Я понимаю, что намного тяжелее людям, которые развивают национальные виды спорта. Как сделать так, чтобы они не потухли, не погасли в своем стремлении, в своем желании? Ну, это как и в любом деле, просто нужен энтузиазм. Если он у тебя есть, то ты будешь через все преграды двигаться вперед. Это нормально. Знаешь, не у всех, может быть, есть такие возможности, как у Сергея Галицкого. Но он фанат. Человек-миллиардер. И он фанат. Он показывает, собственно, пример всем нам, как можно любить что-то. И делать это нереально круто. Потому что он создал потрясающий стадион, потрясающий парк, школу и так далее. Если бы у меня было столько денег, я бы, может быть, в Нижнем Новгороде сделал что-то подобное. Но я люблю футбол. А есть люди, которые любят, допустим, корейскую национальную борьбу. Я подозреваю, что среди них тоже есть, скорее всего, достаточно богатые люди. И они вполне могут это двигать, понимаешь? Энтузиазм все решает. То есть нижегородцы... Как не растерять? Да просто верить в себя. Как в фильме «Чародей». Там три правила всего. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Господа нижегородцы, если когда-нибудь Павел Занозин станет миллионером, он только что в эфире пообещал, что он... Сто процентов. Он будет развивать спорт в Нижнем Новгороде. Так что готовьтесь к этому. Уже начинайте готовиться с этого дня. Хорошо, вот Нижний Новгород. Ты знаешь всех известных спортсменов? Ну да. У многих, конечно. Кого ты знаешь из известных спортсменов из Нижнего? Я боюсь, что тебе эти имена мало что скажут. Из известных? Ну, как бы известных для меня. Например, Елена Посевина. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Двукратная. Очень мало кому это удавалось. Она осталась в сборной после Пекина. Еще в Лондоне выиграла золотую медаль в группе. Денис Черышев, между прочим. Ну, понятно, да. Родился в Нижний Новгород. Так же, как и Дмитрий Черышев, его папа. Да, папа его, да. И тоже там играл. Футболистов у нас, кстати, тоже достаточно было классных. Был Петя Бустров, был Антон Хазов. Наверное, еще Илья Максимов, если помните, такой был в «Зените». В «Динамо Москва» он играл, по-моему. В «Иванжи». Нет, в «Москве» как раз Хазов играл. В «Динамо» как раз Хазов играл. Вот. В художественной гимнастике, кстати, у нас тоже достаточно девочек сейчас в сборной. Есть Анастасия Максимова. Она была чемпионкой в Рио и остается в команде, будет готовиться к Токио. У нас есть хорошая достаточно школа самбо, но я, к сожалению, самбистов не очень знаю. Ну, просто не люблю этот вид спорта. У нас есть хоккей. Виктор Коноваленко, легендарный вратарь сборной Советского Союза, который в «Торпеды» Горьковском играл и был одним из лучших. У нас есть баскетбол. Допустим, Женя Бабурин, капитан баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и игрок сборной России. То есть, я говорю, ну, вряд ли ты знаешь всех этих людей, потому что, безусловно, они известны узко. То есть, суперзвезд. Ну, Денис Чарышев, наверное, можем считать его на российском уровне звездой. Да, он есть, но их очень мало. Часто бываете на Малой Родине? Да, где-то раз в месяц в Сараю сейчас. У меня дочка там живет, поэтому я туда буквально 3 декабря отправлюсь в очередной раз, чтобы с ней повидаться. Ну, тут пишет «Саранск», передает вам привет. Спасибо. Я, кстати, Саранск тоже люблю. Такой маленький и аккуратненький город. Был там два раза. По всем спортивным объектам меня привезли. Оказывается, очень много спортивных объектов, но некому на них заниматься спортом. Почему-то саранчане, саранцы, не слишком активно это делают. Ну, есть выбор. Туда можно позвать жителей Тамбова. Туда же футбольно играет. Как известно, жителей Тамбова вообще можно позвать в любой город. И они туда приедут. Как минимум 11. Да, согласен. У меня хороший вопрос. То есть, получается так, что ты работаешь, ну, доброе утро почти каждый день, да, бывает? Нет, слава богу, не каждый день. Я бы тогда повесился. Нет, у меня есть график. Неделя в месяц вот эти эфиры в выездной студии и где-то 4-5 эфиров в месяц в Останке. То есть, утро начинается часа в 4. Сегодня в 5.45 обычно я встаю, когда нужно... Ну, судя в центре, поэтому мне недалеко ехать. Если я работаю в Останкино с 5 утра, то там встаешь в 4 утра, да. Как себя зарядить? Потому что, да, ну вот... Надо. Есть такое слово надо. Ты, черт побери, выходишь в прямой эфир на всю страну. Как? Это довольно сильно само по себе заряжает. Тут не надо какого-то дополнительного допинга. Ты просто, если ты профессионал, чувствуешь ответственность и делаешь это. Это у нас будет завтра игра. Индиректуальная игра у нас будет. Диалог культур со людьми из ЧГК, из клуба, да. Борис Белозеров вчера рассказывал о том, что бывает, ты приходишь на игру, и ты понимаешь, что у тебя в команде люди неразогреты. Я об этом, собственно, спрашиваю. Бывает, понимаешь? А так бывает в чем угодно. В спорте, да? Ты тоже ходишь на игры, понимаешь? Бывает так, что ты ходишь на эфир, и ты понимаешь, что ты неразогретый. Да. Но ты... Ну, меня, например, эфир заряжает. То есть я могу прийти на эфир неразогретый и первую там студию выйти в слегка вялом состоянии, но сам эфир дает тебе вот этот дополнительный кураж, адреналин, и по ходу ты набираешь. Потому что, на мой взгляд, прямой эфир – это вообще нереальная энергетическая штука. Ты чувствуешь же энергию людей, которая идет к тебе. Был какой-то гость именно в Добром утро, из мира спорта, который прям... Кстати, спортсмены к нам довольно редко ходят, потому что рано вставать, очень тяжело. Плюс тренировки у всех бывают, там тоже в 9 утра, и, соответственно, не успевают зайти. Мне не из мира спорта запомнился прекрасный гость Александр Иванов, лидер группы «Рондо», который... Это была зима прошлая, он пришел, хладрыга дикая была достаточно рано, по-моему, даже раньше 9-ти он пришел своей группой и перед эфиром говорит, «Ребята, что-то вы какие-то грустные». Мы говорим, ну, уже там четвертый день подряд работаем, да, конечно, немножко подстали. Он достает флешечку коньячку такой, говорит, «А я вот, знаете, перед концертом каждый раз немножко так хоп и...» Это не пропаганда, это просто маленькая история жизни. И он говорит, «Хотите?» Блин, ну как-то это, ну, прямой эфир. Он говорит, «Поверьте, это будет классный эфир». Вот, и мы реально вот, наверное, постойка просто полглоточка сделали, и ты понимаешь, серьезно, может быть, от ощущения того, что ты делаешь что-то неправильное, да, не сам алкоголь тебя заряжает, а вот это вот чувство хулиганства чуть-чуть, это был шикарный эфир, мы с ним пели, он там что-то шутил, веселился, мы тоже веселились. В общем, было очень хорошо, но каждый раз так делать нельзя. Поешь? Я петь очень люблю, да. И мы сегодня с Авериным Максимом пели в эфире, у него день рождения был, он пришел, и мы пели «И хорошее настроение не покинет больше вас». А что пели с Ивановым? По-моему, «Я постелю тебя под ноги неба». «Я постелю тебе под ноги неба, ну...» Ну, примерно так. Примерно так? Хорошо. Эта песня немножко высоковато для меня, знаешь, «Я не постелю тебе под ноги неба, я с низкой спел». А какую музыку любите, Павел? Я люблю Олега Митяева очень сильно, это мой любимый исполнитель. Я был на Грушинском фестивале в 2017 году, это, наверное, лучшие три дня моей жизни. Просто невероятная эйфория была. Кайф. Ну, много чего разного люблю, на самом деле. Помимо этого, я люблю группу «Звери», я люблю дискотеку «Аварио», обожаю «Куин», «Битлз». Современную музыку очень мало люблю. Что в этом списке делает дискотека «Аварио»? «Куинс», «Битлз»? «Митяев», «Дискотека», «Аварио Куин». Я люблю разные музыки. Но вот не люблю современную совсем, совсем не люблю. Я пытаюсь, когда, знаешь, что-нибудь, типа, не знаю, там, «Зиверт», «Моргенштерн», «Айова». Я слышу эти названия, но мне ничего совершенно не цепляется, что они делают. Что там в списке делают «Айова»? Это просто все, что за последние лет пять, мне кажется, появилось. То есть прям сейчас собрал такой микс. Да, я к тому, что ничего из того, что появляется сейчас, мне не заходит почему-то. Кто-то, видимо, смотрел весь наш эфир. Если Василий Уткин вам предложит по-доброму поработать над крутым проектом, согласитесь? Здесь мне нравятся все слова, кроме по-доброму, потому что он не может по-доброму. Если он мне предложит поработать, ну, я теоретически соглашусь, но этого никогда в жизни не будет, потому что Василий Уткин, боюсь, что меня ненавидит. Мы можем это исправить? Нет. Как это интересно, это можно исправить? Нет, слушай, я честно могу сказать, мне тоже это очень не нравилось до определенного времени. Я пытался понять, что же не так-то, Вася, давай поговорим, что, почему. Но, знаешь, бывает, что не нравишься человеку. На самом деле, это же не трагедия. Просто если этот человек твой начальник, то это влияет сильно на работу. А если этот человек просто где-то существует, то никаких проблем вообще нет. А где сейчас Гусев? На Первом канале, в штате. То есть он не комментирует? Ну, он последний раз комментировал, наверное, на чемпионате мира, как раз. А сейчас он делает новости. У нас есть такие новости, которые выходят на регионы, за исключением Москвы, на все часовые пояса. И вот Виктор Гусев, по-моему, по очереди, с Димой Тереховым. Неделя через неделю это делает. Ну, мы с ним на работе часто видимся. Я его безумно уважаю. Он, на мой взгляд, один из лучших комментаторов в России. Дима Терехов на Первом канале всю жизнь. На чемпионате мира по биатлону мы с ним постоянно работаем. Я делал свадьбу Диме Терехова. Да ты что? Класс. Было это давно? Это было давно, наверное, да. Класс. А кто лучше российских комментаторов? Гениально. Для меня Денис Казанский сейчас. Но, понимаешь, что вообще почти все люди сейчас, которые работают в эфире, они обладают очень высоким уровнем. То есть крутых много. Я очень люблю Александра Шмурнова. Я очень люблю Костю Генича. Гусев я реально с радостью всегда его слушаю, когда есть возможность каких-то проектов, в которых он участвует. Розанов, конечно, желаю Юре Алибертовичу здоровья. Надеюсь, что он еще к нам вернется обязательно. Очень много. На самом деле, из моего поколения. Роман Агучев, мой друг хороший и прекрасный комментатор. Я назвал бы реально там еще 10 человек совершенно спокойно. То есть прям... Есть те, кто мне не нравится, конечно же. Да мы уже это поняли. Но те, кто нравится больше. Нет, почему? Мне кажется, я больше позитивный человек. Мне больше нравится, чем мне нравится. Не, но одна фамилия, то есть звучала себе? Вася великий комментатор. Василий Уткин великий комментатор. Абсолютно. Он человек, который сделал профессию другой. И все, что мы сейчас имеем в спортивном телевидении, в очень многом это заслуга Васи. У меня к нему есть вопросы как к человеку, но как комментатор это гений. Знаешь, в чем парадокс? Парадокс в том, что мы знаем комментаторов, которые... Ну, опять-таки, естественно, не все. У нас есть узкоспециализированные, мы знаем, что биатлон это губерниев. Правильно? Ну, в основном... Жаль, что так. В основном, да. То есть мы знаем футбольных комментаторов. Мы сейчас не назовем комментаторов, ну, допустим, да, которые фигурные катания. Как это не назовем? У нас нет такого... Как не назовем? Кого? Ну, фигурные катания комментируют один человек, как комментатор, не как эксперт, а как комментатор. Александр Гришин. Он комментирует... Я, например, не знаю. Но ты смотришь фигурные катания? Нет. Фигурные катания сейчас самый рейтинговый в спорту. Самый рейтинговый. Вот на прошлой неделе сейчас по рейтингам все три трансляции фигурного катания на первом сильно обошли весь футбол. То есть и Россию-Сербию, и предыдущий матч России-Турция проиграл по рейтингам фигурного катания. Фигурное катание очень сильно смотрится сейчас. Друзья, занимайтесь фигурным катанием. Не, не обязательно. Почему? Может, если вы сейчас начнете заниматься, через 10 лет вы только придете к чему-то серьезному, а уже бац, и спорта поменяется. У нас же был, там, теннис был при Ельцине, потом дзюдо начали развивать. Футбол всегда был. Футболом занимайтесь, потому что футбол, он был и остается, и будет. У нас национальные виды спорта, нам надо, чтобы они культивировались и развивались. Почему надо-то? Говоришь, нам надо. Нам бы хотелось. Нам бы хотелось. Так это все зависит от нас. Все зависит от нас, правда. Я увлекся футболом не потому, что мне кто-то пришел и сказал, чувак, футбол это нужная штука, вот смотри его. Нет, просто так получилось. Ты попал, не знаю, вот в эту программу, в этот проект. Почему? Ты прям очень сильно этого хотел? Или так получилось? Хотел. Очень сильно этого хотел. Прям думал, я вот хочу поговорить о национальных видах спорта. Конечно. Мечтаю об этом. Я патриот своей страны, и хочется, чтобы страна... Я тоже патриот своей страны. Дело-то не в этом, а в том, что ничего не бывает искусственно, понимаешь? Ты говоришь, нам надо развивать национальные виды спорта. Нифига. Национальные виды спорта должны развиваться... Развиваться сами... Должны. Если ты говоришь о развитии, на мой взгляд, никто вообще никому ничего не должен. Никому ничего не надо. Но нам не надо точно развивать. Они должны сами развиваться, а мы будем с радостью об этом говорить, если это будет интересно. Вот и все. Хочется, чтобы интересно было, действительно. На самом деле, мы говорим хоккей с мячом. Мы о нем говорим, что это наш вид спорта. Ужасный, кстати, не телевизионный вид спорта. Знаешь, почему он не популярен? Потому что ни черта не понятно. Мячик очень маленький, а поле очень большое. Не видно просто. И холодно еще очень. Но, может быть, его сделали бы телевизионные картинки, его можно было бы... Каким образом? Или надо поле уменьшить, а мячик увеличить. Тогда это будет другой вид спорта. Ну, или на больших стадионах проводить, а не на открытых каких-то площадках, где действительно... Нет, ну, допустим, опять же, на больших стадионах ничего не изменится в плане телевизионных картинок. Когда у игроков, вот это же Бенди называется, да? Да, Бенди, да. У игроков Бенди будут контракты, как у футболистов? У них будут такие контракты, которых они заслуживают из-за рекламы, внимания зрителей и так далее. У игроков в бейсбол, к которому мы сегодня уже приходили, гигантские контракты. При том, что ты, я думаю, не знаешь ни одного бейсболиста современного. Не знаю. Я узнаю только из прошлого. Джо Димаджо, потому что он с Мерлин Монро имел отношение. Джо Димаджо за Мерлин Монро имел отношение, запомните. Ну, просто какие-то, знаешь, бесполезный факт дня от Павла Занозина, такая рубрика. Но мы не знаем бейсболистов, они имеют контракты по 20 миллионов долларов в год. Это чьи проблемы? Наши, их нет. Просто если у нас будет какой-то гигантский интерес к какому-то виду спорта, там люди будут получать большие деньги. Это нормально. Какого вида спорта не хватает в России? Ну, мне кажется, у нас есть возможность заниматься всеми видами спорта, какие существуют на планете Земля, в том числе нашими национальными, в том числе теми, которые не очень популярны в мире. Мне всех хватает. Я не знаю. Тебе какого-то не хватает? Сейчас вопросы ко мне уже начались. Нет, я просто не понимаю, что значит не хватает. У нас, по-моему, есть возможность заниматься всеми видами спорта. Россия остается довольно большой спортивной державой. Если мы посмотрим на результаты, то мы стараемся почти во всех видах спорта так или иначе показывать какие-то высокие результаты. В целом США, Россия, Германия, Норвегия, Канада, может быть, еще Франция. Вот страны, которые в очень большом спектре вида спорта развиваются. Другой вопрос там, что у нас это все делается в основном на бюджетные деньги. Это неправильная история. Частных вложений мало, интереса мало. Совершенно все это раздуто в том футболе и хоккее, где интерес средний, а денег очень много. Но мы живем в этих условиях. Слушай, если мы хотим какого-то правильного подхода к спорту, надо ехать в Италию, например, где Гадзета Долоспорт это самое читаемое издание с отрывом и каждый итальянец начинает свое утро с того, что ее покупает. Ты когда-нибудь Спортэкспресс покупал за последние... За последние, но я считаю, в интернете. Сколько? Пять лет? Да. А итальянец по-прежнему покупает за евро. Гадзета Долоспорт. Я с 91-го года каждое утро покупал ее. Я в детстве покупал. Я читал эти номера, которые выходили. Рождественские номера я покупал, потому что не было две недели потом. То есть все это было. Я читал эти игры, чебеташные игры, которые были там. А сейчас что-то изменилось? Что ты изменишься? Что изменилось? Я боюсь, что просто у нас много других проблем. И о спорте мы думаем далеко не в первую очередь. Потому что многим хочется жить хорошо. Многим хочется понять, как им зарабатывать деньги, как им кормить детей, как им развиваться. А как им заняться спортом, мы думаем, может быть, в Москве, где действительно огромные площадки, куча условий. Ты можешь делать все, что угодно. Если мы съездим с тобой в любой регион России, я много очень по России ездил, ты увидишь, что там как-то не совсем до спорта. Ну хорошо, мы сейчас плавненько будем заканчивать. И сейчас этим, в принципе, не то, что занимаются. В общем, иногда это делают все комментаторы. Делают ставки. Ты же слушаешь. Да, я делаю ставки. Такое сегодняшнее выведение долгосрочной перспективы. Итак, сегодня матч ЦСКА Фиен Орд. Итак, кто сегодня победит? Я думаю, что если не сегодня нам выиграть, то уже никогда. Поэтому ЦСКА. ЦСКА 2-1, да. Друзья, ставьте на ЦСКА 2-1. Идем дальше. Это он сказал. Я не сказал ставьте. Я сказал, что я так думаю. Да, хорошо. Что нас ждет на чемпионате Европы по футболу? Сборная России. Мы же знаем нашу группу. Ну давай, в вакууме Финляндия. И Финляндия, да. В вакууме я думаю, что мы можем выйти с третьего места. В реальности я вообще не понимаю, как будет выглядеть сборная России в июне следующего года. А мы с третьего места выходим? Ну там на чемпионате Европы теперь такой формат, где и третьи места некоторые выходят в плей-офф, потому что 24 команды. Ну, в общем, очевидно, есть очень сильная команда и две достаточно сильные команды у нас в соперниках. Так что говорить о том, что сборная России кого-то здесь может обыгрывать легко и на классе, не приходится. Хотя мы видим, что сборная России может быть очень разной. Домашний матч Сербии и выездной матч Сербии сравните. В домашнем потрясающая игра, классно. Не знаю, удар Караваева. Мог ли кто-то представить, что российский защитник, играющий не на своей позиции, еще способен забить такой гол? Он мог. Вообще выиграли по делу абсолютно. И потом 0-5 без шансов влетаем в гостях. Сборная России не самая стабильная в этом смысле команда. Но я надеюсь, что, конечно же, мы хотя бы в плей-офф выйдем, а дальше там все бывает. Матч с Испанией это тоже показал на чемпионате мира. Друзья, и у нас маленький подарок для Павла Занозина. Вау! Да, маленький. Маленький. Я долго думал, стоит, собственно, или не стоит. Снять. Да. Какая красота. На самом деле, мне было бы интересно предложить тебе почеканить немножко его. Я думаю, прям спокойно. Спокойно. Я боюсь, что он не совсем для этого предназначен. Ну, давай. Это же интересно. Ой. Ты меня сегодня выводишь на что-то, то попеть надо обязательно. Может быть, еще петь и чеканить одновременно? Петь и чеканить одновременно, это интересно. Это какой-то новый вид спорта, знаешь, мячик в специальном вакууме. О! Не, ну, слушай, он совершенно не предназначен для этого. Знаешь, мы про Диего Марадон сегодня говорили. Марадон сказал когда-то, что если бы он был на каком-нибудь супер важном мероприятии, где присутствовали бы президенты всех стран, английская королева и так далее, он был бы на крахмальной сорочке и смокинге, и мимо пролетал бы футбольный мяч, то он, не задумываясь, принял бы его на грудь и пробил слет. На мой взгляд, примерно это никого сейчас не умеет. Друзья, это был Павел Замозин, а мы совсем скоро увидимся и обсудим ролики нашего форума «Диалог культур». Не переключайтесь. Пока-пока.